Его называли Джо Босс. Он был главой одной из пяти семей Нью-Йоркской мафии. Правление Массерии продолжалось с 1922 по 1931 год. Поговаривают, что именно он затеял кровавую Костеломарскую войну. Родился Джузеппо в 1988 году в Сицилии. Родители его были партнами. В 1902 году парень переехал в Америку и вступил в члены семьи Морелло, базировавшей в Южной Манхэттеле. Первое крупное дело в его карьере состоялось в феврале 1907 года. Тогда он вместе с сообщественником Джузеппо Лима проник в чужую квартиру с целью ограбления. Но хозяйка неожиданно вернулась и застала воришек с поличными. Благодаря солидному выкупу, целых 200 долларов, большая сумма по тем временам, реального срока удалось избежать. Молодой человек отделался условным приговором. Вскоре его опять привлекли за вымогательство. И затем опять освободили. С условкой. В конце 1910-х годов в Массерии появился соперник. С Леватуры до Аквилла. Скрытое противостояние разрослось в настоящую войну. В начале 1920-х. Аквилла поручил своему подручному, киллеру Умберто Валенте, убрать Массерию. В августе 1922 года Джузеппо вышел из своей квартиры. И на него набросились два вооруженных пистолетами человека. Они открыли огонь. Казалось, Джонни минуемо должен был погибнуть. Но ему удалось забежать в магазин и укрыться там. Нападавшие стали стрелять по окнам. Думая, что убили Массерию, киллеры бросились бежать к машине. И помчались на ней прочь с места преступления. Как раз в это же время закончилось заседание союза дамской швейной промышленности. И десятки рабочих вышли на до этого безлюдную улочку. Они услышали выстрелы и попытались остановить мчащийся на всех парах автомобиль. Но это им не удалось. Убийцы прорвались сквозь толпу, при этом ранив шестерых и убив двоих человек. Массерия же был найден в здании магазина абсолютно целым и невредимым. Только два небольших отверстия в его сломленной шляпе напоминали о том, что пули прошли совсем близко от его головы. Джузеппо сидел ошеломленный, напуганный, не верящий своему счастью. В его ушах еще звенели выстрелы, слышался треск лопавшего стекла. В суеверной мафиози были падки на такого рода совпадения. И этот случай даровал Джо так необходимый ему тогда авторитет. Его стали называть человеком, который может уворачиваться от пули. Ибо благодаря этому Массерия удалось обобнать своего соперника Сальватори Дагвилла. Вскоре Массерия договорился о мирной встрече со своим несостоявшимся убийцей Валенти и недавно освободившимся из тюрьмы Джузеппо Морелла. Он намекнул мафиози, что хотел бы отказаться от претензий на пост ловой семьи. Ничего не подозревающий Валенти с несколькими подручными прибыл в назначенное место и был встречен людьми Массерии. Некоторое время мужчины непринужденно болтали, но потом Валенти внезапно зверенным чутьем понял, что это подстава. Джонни придет, и, вероятно, они просто завалились с Морелла, чтобы его убрать. Тогда Умберто что-то шепнул, сопровождавшим его. Те вынули оружие и стали стрелять, но люди Джузеппо оказались проворные и уложили их на месте. Валенти удалось сбежать, за ним бросились погони. В перестрелке были убиты совершенно невинные люди, уборщица Улич и девочка. Берегцы могут заскочить на подножку проезжавшего мимо такси и начать ответный огонь. Один из людей Массерии, по слухам, сам Лаки Лучано, бывший тогда одним из членов семьи Джон, прицелился и одним выстрелом прикончил Умберто. Теперь титул главы семьи Морелла принадлежал Джузеппо. Бывший же главарь, кстати, его тезка, стал вторым лицом, ему это было даже на руку. Он давно хотел снять себя врус ответственности и спрятаться с открытым лидерами. В июле 1928 года умирает Фрэнк Киелли, и у Массерии в голове рождается амбициозная мысль. Вот мы стали главой всех мафиозных группировок Нью-Йорка. В октябре 1928 года был убит давний соперник Джузеппо Тотто де Аквилло. На него напали трое мужчин, среди которых были люди из семьи Морелла. Руководство банды почившего приняли на себя союзники Массерии, Альфред Минео и Стив Ферринио. В июне 1929 года был убит Фрэнки Марлова. В последний раз его видели ужинающим с Чиро Теранова, человеком Массерии. Его вызвали и допросили. Кстати, оружие, с которого был застрелен Марлова, принадлежало Чикагскому подразделению самого Аль Капуна, и проходило по таким делам, как убийство Ели, и буйня в день Святого Валентина. Главой семьи Ели стал также сообщник Джузеппо. Массерия постепенно прибирал к рукам весь город. Теперь он приказывал называть себя Джо Боссом, на американский манер, что очень не нравилось приверженцам старых сицилийских традиций итальянской мафии. Однако противиться новому главарю никто не решался. Он пользовался абсолютным уважением. В какой-то момент Джо решил надавить на одну из банд, которая носила название Костеломораза. Никола Скира по прозвищу Кола, глава объединения, не был достаточно силен для того, чтобы дать отпор. Он заплатил боссу выкуп в 10 тысяч долларов и скрылся в неизвестном направлении. Больше о нем никто и ничего не слышал. Возможно, Никола тоже стал одной из жертв кровавого Джо. После исчезновения Скира Массерия, как обычно, решил назначить на его место своего протеже, Джо Парина. Но вскоре гангстера застрелили, пока он ужинал в ресторане. Вместо лидера занял Салваторе Маранцану. В ответ Джо издал указ о смерти своего нового соперника. Это положило начало так называемой Костеломорской войне. Конфликт между Массери и Маранцану сильно ударил по бизнесу остальных мафиозов. В итоге они собрались вместе и не изложили Джо, лишив его звания босса-боссов. И временно передав эти полномочия главарю бостонской мафии Гаспару Мессине. Также предпринимались попыткой помирить враждующие стороны. Но Маранцану резко отказался и стал искать или членов банды своего противника тех, кто был бы не против убрать своего босса. И такие люди нашлись. Это был тот самый Чарльз Лучано, которому надоело сидеть под Джузеппо. Хотелось воли. Помимо этого, неугомодный и жадный Джо постоянно лез в личный бизнес Лучано. Бутлигерство. Хотя при вступлении Лаки в семью Массери был уговор. Подпольную торговлю алкоголем не трогать. Но Джузеппо постоянно оставил палки в колеса, мечтая о том, как поделить прибыль с успешного бизнеса. Однажды он по своим каналам перехватил крупные поставки шотландского виски, предназначенного для Лучано. Это стало последней каплей. Солнечным апрельским днем 1931 года Лаки пригласил Джузеппо на совместный обед в его любимый ресторан. Тот, не чувствуя подвоха, согласился. Как обычно, Массери заказал очень много блюд. А после для жиля решили поразвлечься игрой в карты. Через некоторое время Чарльз, извинившись, ушел в туалет. В это время в ресторан ворвались несколько вооруженных человек. Это были люди Лучано. Вита Джино Вези, Альберт Анастазия, Джо Адонис и Бакси Сигл. Они произвели 20 выстрелов. Пять из них попали в цель. Поскольку бандиты всегда падки на разного рода эффектные жесты, Сигл вложил в руку умирающего Тузпик, карту смерти. После убийства преступники, как ни в чем не бывало, сели в автомобиль и скрылись. Чарльза Лучано, разумеется, допрашивали. Но на вопрос, что вы сделали в момент убийства, он невозмутимо ответил. Я мочился. Уборщица подтвердила его слова. Поэтому лайки отпустили. Полиция на основании донесения одного из информаторов подозревала в убийстве совершенно другого человека. Джона Джустера. После убийства самого Джустера, в июле того же года, дело было прекращено. Джузеппе Массари был похоронен на кладбище Голгофа, в Куинсе, Нью-Йорк. Кстати, после убийства случилось несколько забавных штук. Они попрятали оружие, спокойно вышли на улицу, сели в ожидавший их черный Крайслер, мотор которого продолжал работать. Шпарь Чира приказал Бакси Сигл еще до того, как успели захлопнуть последнюю дверцу. Чира Таранова с такой силой надавил на педаль акселератора, что хотя включена была первая передача, двигатель неожиданно заглох. Руки у него начали дрожать. Так сильно, что он никак не мог справиться с ключом зажигания. И машина стояла еще целую минуту. Для сидевших в ней эта минута показалась вечностью. «Черт побери! Да пошевеливайся же!» Закричал заднего сиденья Анастасия. Сигел не выдержал, перетащил Чира Таранову, сел за руль и завел мотор. Вдалеке они услышали взвыли сирены. Это были полицейские машины. Купы спешили на выстрелы. Лаки был обеспокоен, потому что он сам вызвал полицию. Прибывший Молчана сказал, что ничего не видел, только слышал выстрелы. «Чем же вы занимались все это время, господа?» — спросил его полицейский. «Я мочился в туалете», — спокойно ответил Лаки. Во всяком случае, его алиби подтвердила женщина, работавшая в туалетной комнате у Скорпата. Полиция признала его непричастность. До сих пор остается загадкой, сколько же они заплатили этой женщине, и была ли она членом мафиозной группы.